Приветствуем всех на канале Псы Городских и Край. И у нас уже нарисовалась маленькая традиция, как только сажусь снимать. Люсик вот обязательно хочет попроситься на ручки и тоже принять некое непосредственное участие в съемках. Но в этом ролике я хочу рассказать вам о пяти зимних лайфхаках, которые могут облегчить жизнь абсолютно любому собачнику, у которого есть одна-две собаки, в частности, наверное, все-таки две, либо если у вас совсем прям молодая собака, щенок, вы активно занимаетесь ее воспитанием, дрессировкой. То есть если ваша собака прям очень-очень взрослая, вы гуляете там два-три раза в день, и, в принципе, все собачьи науки вы уже выучили, то, наверное, это видео не для вас. Но в остальных случаях я уверена, что вам будет полезно и интересно узнать в моих лайфхаках собачьих лайфхаках, которые, ну, мне кажется, что во многом они помогли мне гулять не каждые два часа, они помогли мне освободить некоторое количество времени для себя, скажем так, для творчества, для того же Ютуба, для написания статей. И самое первое и, наверное, одно из самых главных вещей — это то, что готовить свои сани нужно с самого вечера. Потому что что такое вообще маленький щенок? Это существо, которое практически не умеет терпеть, наверное, все-таки от слова совсем. И поэтому, если вы встаете рано утром, даже если вы очень рано встали, и щенок за ночь еще ничего не сделал, но если вы в пыхах слоняетесь, в потьмах, в квартире, в поисках сумочки для лакомств, теплой одежды, не забывайте, что все-таки зима, а это еще умножаются наши трудозатраты как минимум на два пункта. Найти там свои обувь, поводки, особенно если две собаки, это понятно. То есть да, это очень важно, но готовить сани, готовить себя к прогулке на утро нужно уже начинать с вечера. И я прям познала это как нельзя кстати, потому что в один прекрасный день я проснулась рано, и Юсик ничего не сделал. Но пока я так не спеша собиралась, он уже сделал все свои дела в комнате. Подготовить теплую, чистую, он не пьет, подготовить теплую, чистую одежду, положить ее на видное место, подготовить сумочку с вкусняшками обязательно, потому что мы сейчас без лака, мы на улицу просто не выходим, потому что это и дрессировка, это тренировка подзыва, и просто налаживание контакта постоянно с животными. Ну, без лакомств никуда, поэтому сумка обязательно. И подготовить всю необходимую муницию, шейники, поводки, шлейки, у кого что. Тоже положить на видное место, потому что да, опять-таки утром в темноте, в поисках там ошейника для Линды проходит на самом деле достаточно много времени. Поэтому это был первый наш лайфхак. Второй лайфхак заключается в моей особенной благодарности. Я не знаю, честно говоря, кто был создателем, возможно погулять и почитать, но я желаю просто тысячи и миллионы лет жизни и крепчайшего здоровья создателю сушилок для обуви. Это актуально для владельцев собак особенно, и в частности, если вы много гуляете, часто гуляете, активно гуляете, в холодное время года, вообще в любое время года. Потому что так или иначе, абсолютно любая, даже самая крутая, дорогая, непромокаемая обувь промокает. И для этого необязательно ходить по лужам или часами бродить по сугробам. То есть необязательно, что влага будет поступать из мне. Человеческая нога, почему-то так устроена, уж извините, мы потеем. Вот, например, сейчас я хожу дома просто в носках, и в принципе у нас достаточно тепло. Но я надеваю вот чистые, свежие носки, вот только с батареи, горячие, тепленькие, но через полчаса мои ноги, они какие-то влажные, холодные, и вообще мне очень приятно. Соответственно, если вы дома ходите в зимнюю обувь, часто гуляете с собаками, то она как бы, даже если будет, а если вы еще и промокли, то это, конечно, у меня неприятно. И нет ничего более прекрасного, приятного и замечательного чувства, когда вы встаете утром и влезаете в теплые зимние ботинки, в теплые и сухие. Поэтому, на самом деле, вот, дорогие собачники, сушилки для обуви, это просто, это рай, учитывая, какая сейчас переменчивая, холодная достаточно погода, по крайней мере, в Москве. А, мусик. Вот, и я, на самом деле, пользуюсь сушилками, пользуюсь сушилками, наверное, в течение всего дня постоянно, то есть я пришла, прогуляла, даже если я выхожу на 10 минут, но часто внутри обуви, как-то, блин, не очень приятно. И просто ставишь в них сушилки, и здорово. Очень приятно. Поэтому такой мой личный лайфхак. Третий лайфхак заключается в правильном распределении своих ресурсов, в частности, карманов, сумочек для вкусности, для пакетиков, для уборки, экскрементов, куда положить телефон, ключи и так далее, и чтобы при этом держать два поводка в руках. То есть это разумное использование вот вашего пространства и ваших аксессуаров, которые вы с собой берете, потому что, да, две собаки, или даже одна очень активная собака накладывает на вас определенные обязательства. Нужно не только держать поводок и стараться как-то взаимодействовать с собакой, но и умело давать лакуство. Если собаки две, как в моем случае, причем разного возраста, что немаловажно, потому что, например, те вкусняшки, что я могу давать Линде, это твердые, жесткие, достаточно большие, потому что она большая собака и взрослая собака, то Люсику маленькому и трехмесячному мужчинку такие лакомства давать нельзя. Поэтому вот мой личный лайфхак, это просто очень удобно на самом деле. И вам просто потребуется два пустых кармана, то есть в карманах не должно быть ничего, кроме, да, в один карман мы пойдем в лакомство для одной собаки и в другой карман в лакомство для другой собаки. В этом плане ничего не перемешивается, вам не нужно снимать постоянно перчатки и рыскать в карманах в поисках нужного лакомства для нужной собаки. То есть очень классно, очень удобно. Люсик, мы, кстати, даем мягкие такие кусочки сушеного ягненка, очень прикольные. А Линде я, ну, вообще всякое разное покупаю, она в этом плане наприхотлива. И также мы все равно берем сумочку для лакомств на пояс, ее можно также вот поперек груди носить. И вот уже в сумочку это можно положить телефон, пакетики для уборки, ключи и так далее. И получается очень-очень удобно, вы экономите свое время, и у вас в руках все равно два поводка, и вы можете просто переложить один поводок в другую руку и достать лакомство из кармана, которое вам нужно. Вот это, это, это правда очень удобная вещь. Следующий момент касается непосредственной амуниции для животных. Кажется, что, ну, что здесь такого, ошейник поводок и вперед. Но при выгуле двух собак, причем одна из них достаточно активная, я сейчас говорю даже не про маленького Люсика, а про шестилетнюю Линду. Это очень сильная, активная и нуждающаяся в постоянных спортивных нагрузках собака. И, естественно, сейчас, когда мы гуляем совместно, я ее стараюсь достаточно редко спускать в водка, потому что вот этой темы я коснусь в следующем ролике. Какие же все-таки девочки бывают хитрыми, капризными, и они все прекрасно понимают и все видят. Ага, хозяйка занята с маленьким, значит, я могу немножко прибедокурить и пойти на есть всякой гадости, пока она не видит. В общем, даже сейчас задумываюсь о том, чтобы носить на Линде намордник, одевать ей намордник, чтобы даже в такой степени она сейчас заходит. Очень хитрые. девочки. Вот. Но, что касается амуниции в плане вымола двух собак, когда один из них щенок, вот нам на настоящий момент идеально подходит, во-первых, эта шлейка анатомически правильная, то есть как-то буквы, буквы Y, 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 это вообще буквы. Вы поняли, английская буква Y. И чтобы кольцо находилось сверху спины обязательно, то есть при этом вы используете поводок не очень длинный. У меня есть длинный поводок, на котором я гуляю с Линдой, когда мы с ней вот один на один выходим. Очень удобно, очень здорово, он ей никак не сковывает движения. Но на совместной прогулке лучше выбрать более короткий, но не очень короткий, прям такой, ну, средний, скажем так. Он должен быть очень прочный. И обязательно, вот мне очень нравятся поводки с мягкой ручкой, потому что помимо того, что как-то гасится вся вот эта тяга, все рывки, и с этим поводком просто приятно гулять, никаких неприятных ощущений нет, даже если ваша собака достаточно сильная. Вот. В будущем, когда уже Люсик взрослеет, идеально, вот как на мой взгляд, это использование двух шлейф и вот таких поводков. И еще в более таком отдаленном, идеальном будущем вот выгуливать собак в таком формате, доходить до какого-то красивого места на природе и отпускать их просто бегать. Потому что постоянно часами на таком не очень длинном поводке ты не находишься. Также в будущем мы планируем, конечно, попробовать сворку для двух собак, но мне уже писали в комментариях, что это не самый лучший вариант. Ну, мы, наверное, все-таки попробуем. Вот. Если не пойдет, то не пойдет. Но попробуем. Вдруг все-таки что-то получится, потому что, блин, я подписана в Инстаграме на большое количество владельцев собак, вот овчарок, белых, швейцарских, немецких. И они постоянно вот на этой сворке гуляют, то есть такой достаточно длинный крепкий поводок цепляют к поясу. Для выгула собак, да, и гуляют. И собачки вот впереди, бок о бок, им вообще замечательно комфортно. Не знаю, посмотрим, учитывая, что Лина большая собака, а Люсик это маленькая собака, может быть, им будет некомфортно. Ну, попробуем. Я все говорю про шлейки и про поводки, как же гуляет Люсик, как гуляет малыш. Сейчас он гуляет на самом обычном ошейнике, не кожаном, легком, дышащем, таком, очень невесомом. И я гуляю с ним на рулетке. В будущем я планирую отказываться от рулеток, потому что все-таки я считаю, это разбалывает собаку, и ты не можешь ее так хорошо контролировать и взаимодействовать, как на обычном поводке. Конечно, есть альтернативный вариант. Если вы все-таки не можете без рулетки, она вам дико нравится, то все-таки работать с собакой. Обязательно рядом подзыв тренировать регулярно и стараться, чтобы собака все-таки с вами взаимодействовала, не просто вот рулетка, и она там на другом конце болтается. Так что вот сейчас, на текущий момент, когда мы еще щенок с двумя собаками и вот с рулеткой гулять очень комфортно, практически поводки у нас не испытываются. Но еще такой интересный момент, мое замечание. Вот все вышеперечисленные лайфхаки в плане амуниции, прогулки с двумя собаками, они все обнуляются, если вы лишены внимательности и ловкости. Потому что все-таки 90% проблем и перепутывание и свертывание собак в один большой пушистый комок, они предотвращаются просто вашей ловкостью рук и внимательностью. Поэтому этот скилл у владельцев двух и трех собак очень-очень был очень натренирован. Ну, почему бы и нет такой дополнительный приятный бонус. И последний лайфхак заключается в варежках и в перчатках. На самом деле тоже очень такой тонкий и деликатный вопрос, что лучше предпочесть в зимнее время года, чтобы удерживать животных, давать им лакомство и не терять его с небу из-за варежек, но в то же время, чтобы не замерзнуть. Какого-то очень конкретного ответа на этот вопрос у меня нет, но в чем я точно уверена, это однозначно должны быть перчатки, не варежки. Хотя я очень люблю варежки и в обычной жизни нет ничего, наверное, более теплого, чем варежки. Но при прогулках с собакой ваши перчатки должны чувствовать тиньс. То есть вы должны в перчатках замечательно чувствовать поводок и взаимодействовать с поводком. Они должны быть легкие, но при этом теплые, дышащие. И вы должны, они должны сковывать вам движения и, скажем так, некие такие тактильные ощущения. То есть если вы в этих перчатках застаете лакомство, то оно не должно выпадать из ваших перчаток и теряться. Ну, вы понимаете. Так, например, у меня есть очень классные перчатки для сноуборда, такие типа дутые, но они не выглядят прям массивными. Они прикольные, но гулять с собаками в них просто какой-то дикий ад. Ты не чувствуешь и не контролируешь у них ничего. Сколько раз я теряла поводок просто так, на ровном месте. Просто он меня воскаливает. Я не чувствую у них. Они совершенно не так сильные. А давать у них лакомство это вообще жесть. Во-первых, они достаточно крупные в сравнении с вязанными перчатками. И они даже в карман то толком не засовываются, потому что они объемные. И чтобы взять какое-нибудь маленькое лакомство например для Люсика невозможно. Ты просто чувствуешь себя каким-то мольвером. Поэтому конкретно не могу сказать. Возможно подойдут какие-нибудь перчатки с теплой флисовой подкладкой на пятки. Они должны быть жирными, они должны быть достаточно тонкими. Я сейчас использую обычные вязанные перчатки. И они достаточно холодные. Но вот все остальное у них идеально. Поэтому единственное что остается это гулять активно, постоянно работать с собаками. Можно даже бегать. И в таком случае вы возможно не замерзнете. Но я в них вот сейчас ходила в минус 15 мороз. По часу где-то гуляла и в принципе было все нормально. Я не замерзла. Но кстати при этом когда я пошла в этих перчатках просто так одна гулять там с мужем или в магазин по городу я очень сильно замерзла. Поэтому да собаки все-таки позволяют нам оставаться теплыми и не замерзать. Поэтому имейте это ввиду. Собаки это отличные гляющие животные которые заставляют нас двигаться и не мерзнуть. Очень даже здорово. Поэтому друзья это были не все мои 5 лайфхаков. На самом деле у меня еще есть как минимум 5. Но видео уже было бы слишком длинным и возможно скучным. Поэтому если вам интересна была эта тема ставьте пальчик вверх этому ролику. Я обязательно сниму для вас вторую часть. Также не забывайте подписываться на наши дополнительные проекты. Это наш инстаграм блог о жизни с двумя овчарками. Также просто мои всякие творческие писательские заметки. И наш блог на дзене соответственно псы городских окраин который называют точно так же как и этот канал. Если вы любите больше что-нибудь почитать что-нибудь там сохранить на досуге почитать. Также это видео которое я сейчас вам снимаю есть в печатном в следующих роликах. Обязательно пишите свои комментарии на эту тему. Делитесь своими лайфхаками в плане жизни с собаками и зимой. Потому что ты там все-таки как-то попроще одел кеда и пошел. Все, друзья, до встречи и очень скоро увидимся в следующих роликах. Пока-пока.